Всем привет! Если вы смотрите этот видос, то скорее всего вот этой машины уже больше нет. Что случилось и каким образом это все произошло, я расскажу вам чуть-чуть позже, а пока что мы едем. Хорошо, что я вам сказал, мне нужно взять документы на этот автомобиль, потому что их нужно отправить кое-куда. Вот такой вот наборчик документиков, которые мне сейчас нужно отправить, если вы подписаны на мой телеграм. Не то, чтобы я вас прям зазываю туда подписываться, но там просто у меня своеобразная, наверное, манера общения. Там немножко как-то больше участвую, в плане того, что иногда ближе разговоры. То есть одно дело в комментариях, а другое дело, когда я что-то почу, вы пишете, я вам отвечаю, у нас получается какой-то вот разговор. В общем, если вы помните, то когда-то в прекрасный 2023 год, в том году, мне этот автомобиль привезли с Капарта. И после того, как его привезли, вы помните, как я его долго делал, хорошо делал. Если какие-то там комментарии говорили, что нужно сделать лучше, я все вот следовал на пути этого, чтобы довезти этот автомобиль прям в хорошее, можно сказать, идеальное состояние. Но тем не менее, был маленький момент, которого я вам не до конца рассказал. Вообще, по факту, я эту машину делал для одного покупателя. И этим покупателем должен был оказаться... И этим покупателем должен был оказаться я. Дело в том, что так как Даша работает на работе, где у нее нет укрытой парковки, а у нас уже на данный момент начался сезон градов, и жертвовать BMW немножечко было жалко, и я решил, что, может быть, пока на ближайшие там пару лет, пока Даша будет работать далеко, я куплю вот такой автомобиль, кстати, куда я еду, не туда, ну ладно. Мы нашу BMW отдадим обратно в люди, то есть можно было ее продать, получить еще обратно какие-то деньги, и через годика-два, когда они научатся делать BMW X4 M4, купить эту машину снова обратно. Да, вот не ищу я легких путей. Но самое печальное произошло буквально 7 по числу, чуть больше двух недель назад. И сейчас к тому, почему я заговорил про Инстаграм. Я в Инстаграме разместил пост, когда я пытался вщемить две машины в гараж, потому что у нас начался сезон градов, как я вам уже и сказал. И по несчастливой ситуации, ну, либо счастливее, я не знаю, как правильно это сказать, все поездки, когда какие-либо были предупреждения о том, что начнется град, совершались на вот этом вот прекрасном автомобиле, автомобиль Subaru. И как вы думаете, что произошло? Вот я прям как чувствовал, этот автомобиль, можно сказать, выручил либо Toyota, либо BMW. Он попал под град. Этот видос будет, конечно, не только об этом автомобиле, о нескольких ситуациях или изменениях, которые, возможно, будут чуть-чуть впереди. Какая прикольная машинка, да? Но на данный момент у меня такая вот печальная история, что вот эту машину побило градом. И чтобы вы понимали, стоимость ремонта машины оценили в 17, там почти 18 тысяч долларов. На данный момент я на машину, но уже она формально полностью починена, потратил 18 тысяч долларов. Сейчас я зайду, отправлю пару документов и расскажу вам немножечко еще дальше и больше. Долго отправлять не пришлось, давайте вам покажу, что у нас произошло. Видите, тут она вся уже грязная, чумазая. На белой машине сильно не видно, но если там получится, я пару фоток вам добавлю. Дело в том, что ее побило, будь здоров. Сейчас еще вставлю пару роликов, чтобы вы поняли, как у нас здесь идет град, как дождь иногда идет. Смотрите, вот если вы заметите, я не знаю, тут видно, не видно, какие мятинки, вся крыша в общем в хлам. Все вот это вот, мне насчитали, там где-то там тримчик подмяло, что-то такого плана. На 18 тысяч долларов. Но, как бы это печальная новость, но единственный нюанс в том, что так как я знал, что я эту машину буду оставлять себе, я ее поставил на полное покрытие. Эта машина с момента регистрации, она стояла у меня на полном покрытии, так как я знал, в каких районах мы живем и что с ней может приключиться, но всякий случай ты никогда не знаешь. И страховка сказала, что мы тебе за эту машину готовы дать 20 тысяч долларов. Ну, меня еще снимут дедактабл, то есть у меня есть минимальный платеж, который я обязан вернуть страховке, это 1000 долларов. И они мне заплатят 20 тысяч долларов. Изначально я вообще планировал, что мы не будем ее сдавать, то есть если вам страховка говорит, что да, мы возместим часть ущерба, вы можете ее выкупить. И я говорю, а сколько же вы дадите мне эту машину купить самому себе обратно? И все, и мы забыли, я снимаю с иншуранса, в плане того, что полного покрытия встали на простое, которое обязательное. И они сказали, что этот автомобиль мы вам можем продать за 11 тысяч, там что-то слишком, короче 11 тысяч. И я посчитал, ну, математика очень простая, я посчитал, что в принципе мне не очень это выгодно, и мы сошлись на том, что просто эту машину мы сдаем обратно. И уже завтра, как бы вот не иронично это было. Полгода назад мне Копарт ее привозил, а вот завтра он ее увезет. Как бы казалось бы, если бы, например, мы избавились от BMW, у нас бы ушел платеж в месяц больше, чем 1000 долларов мы в месяц платим за BMW. Но эта машина тоже, ну, при продаже BMW мы тоже потеряли бы там порядка 20 тысяч. Эту машину опять мне там переоценили. И, в общем, как-то я так посчитал, что плюс-минус то и на то выходит. То есть BMW еще у нас год-два побудет, после этого у нас там что-то будет еще. А с этой машиной, блин, я уже сроднился, но вот такие вот печальные новости, поэтому на этом, наверное, возможно, скорее всего, даже эта машина будет финальной точкой в наших автомобилях с Копарт. Утверждать не буду, не буду, как там некоторые блогеры, я ухожу, там бла-бла-бла, нет, никто никуда не уходит. Я просто не знаю, что будет дальше. Может быть, я буду продолжать иногда брать машины, как у нас была, Audi, Cadillac, вот такого плана, которые не сильно серьезные. То есть уже для себя, скорее всего, проекты я брать точно не буду, то есть как я вот это вот хотел себе купить. Хотя, кто знает, в общем, на данный момент эта машина будет в этом году точкой, наверное, на проекты, на ремонт. В этом году я планирую. Я очень долго иду к этой гребаной, я по-другому, наверное, не скажу, ну, хочется себе жестче сказать, но нельзя. 100 тысяч на отметке подписчиков, и каждые там 2-3 года то по одной причине, то по второй это все сбрасывалось. Поэтому в этом году я делаю сильный упор на то, чтобы добиться, наконец, этой кнопки. И чтобы это сделать очень быстро и эффективно, нужно купить еще, наверное, 5-6 контейнеров. Что, в принципе, я и планирую, потому что каждый контейнер приносит нам по 500 тысяч подписчиков в среднем. И он, кстати, BMW X4, говорю, меня теперь окружает машина, которая мне нравится. Мне вот эта Subaru прям запала в душу. И BMW X4, которая у нас, мы ее тоже очень крепко любим, несмотря на все нюансы. А, кстати, про BMW мы еще немножко вернемся попозже. Я вам еще про нее тоже расскажу. Она тоже непосчастливой звездой родилась. В общем, возвращаясь к нашим помидорам, я решил, что в этом году я добиваю обязательно 100 тысяч. Потому что, если вы помните, я еще обещал вам подарки на 100 тысяч, это будет 1000 долларов, разыгранное между 4 подписчиками. Я не знаю, как я буду высылать в страны в СНГ, потому что где-то они, там транзакции будут запрещены. Но будем думать, может, будут какие-то подарки с Алиэкспресса покупать в стоимость приза, который человек... Разберемся с вами, поэтому, если вы не подписаны, давайте, ребята, подпишитесь. Давайте подтолкнем наш канал до 100 тысяч подписчиков и разыграем эти призики. А на данный момент история с Subaru закончилась. Мы немножечко переквалифицируемся, будем контейнеры. Ну и, конечно же, буду снимать про работу. Ее у меня немного, потому что в основном работает Женя. Но сейчас буду немножечко пробовать больше, выпускать тоже рабочих выпусков, чтобы вам не было скучно. И вообще, я пытаюсь мой контент делать так, чтобы было и весело, и полезно. Я знаю, что я многим людям помог. Не то, чтобы я себе лавры какие-то беру. Я знаю, что рабочий контент помог многим людям. И меня это очень откровенно радует. Поэтому мне иногда хочется, я думаю, блин, я не делаю больше рабочих видосов. А иногда бывают проекты, которые раньше там не описывал, не показывал, блин. Вот сейчас мы работаем с Женей над большим проектом. Мы там переделываем прям целый айл. Я не знаю, я, может быть, как-нибудь захвачу чуть-чуть. Ну, в общем, будут вот такие вот маленькие изменения. А теперь я хочу перейти к следующему автомобилю. Конечно, следующая повезучесть у нас BMW. Что даже пришлось сегодня, смотрите, Даша на работу ехала. И говорили, чтобы BMW не поцарапать. Поставила ее вдоль дома. В данный момент мы сейчас едем менять колесо. Если вы посмотрите, у нас вообще красота. В телеграме я уже фотки скидал. Вы знаете, видели. Такое ощущение, что как Honda прям выглядит. Ладно, едем. За последние полтора месяца с BMW у нас вообще приколов хватает. Будь здоров. Они все связаны с колесами. И просто один другого краша. Конечно же, сейчас съем все ошибочки, что давайте позвоним. BMW, они вам помогут. Ладно, в общем, посмотрите. Как вы понимаете, то на новые машины нормальную резину не поставят. Ну, вернее, поставят нормальную, но та, которая сносится достаточно быстро. Что случилось и в нашем варианте. И пришло время менять резину. Я заказал четыре колеса на все колеса. Вы помните. Я, кстати, рассказал, что нам нужно менять резину. И, в общем, это все произошло. Менял я это в Коском. Но, как вы понимаете, в Америке в большинстве местах работники прям от бога. У меня получилось так, что опоймин был на запись на поздний вечер. В этот день шел тождь. Соответственно, было темно. Когда поменяли резину, я, конечно же, попробовал посмотреть, проверить качество замены и все остальное. Но из-за погоды и всех остальных дождевых ситуаций я не успел. На утро я увидел, все четыре диска нам поцарапали. Ни одного живого диска на BMW не осталось. Все они поцарапаны. Но, слава богу, знаете, в таких организациях, у всех серьезных бизнесов, скажем так, есть страховка. И они нам выплатили 555 долларов за только три колеса. Четвертое колесо они каким-то боком не смогли увидеть повреждения. Хотя он носом, блин, тыкал. Говорю, ребята, вот, поцарапаны. И поцарапали во внутренней части рима. То есть, когда резину снимаешь, они свою мотыку когда вставляют, они по ободку как проходились и там поснимали краски. Еще до сих пор часть дисков не покрашена. Почему часть? Вообще, интересно, цвета, за нас, говорю, она прям фартовая. Кстати, видите, у меня стоит лимит. Я сейчас, чтобы больше 47 миль в час не ехать. Так как на докатке только 50 миль можно. В общем, Даша, после того, как нам поцарапали диски на Коско, и мы ждали, пока нам дадут деньги на ремонт, по пути с работы заехала на BMW. На BMW там они год делали новую супер-пупер-мойку, которая должна обслуживать 100 машин в час, там, что-то такого плана. Машину ей помыли, конечно, она спокойно, с чистой душой и совестью поехала домой. И в это же утро мне звонят, говорят, пришлите дополнительные фотографии четвертого колеса. Чтобы мы могли еще раз попробовать утвердить, что нужно за него заплатить. Это был какой-то прикол. Я выезжаю, думаю, блин, что-то машина чистая. Ну, я не знал просто, что Даша ее помыла. И именно то колесо, которое нам не засчитали в том, что оно поцарапано, на мойке BMW поцарапали просто в хлам. Настолько в хлам, что вы сейчас увидите. И эта машина создана для того, чтобы жить в дилерском центре. Сегодня Дашуля заехала на мойку в официальный сервис BMW. И смотрите, что у нас натворилось. Поцарапали диск просто в хлам. Это какой-то ужас. Но мы знаем, что ремонт диска стоит 150-170 долларов. Но если не мы повредили... Даже смотрите, вот помыли машину. Помыли. Если не мы повредили, что мы должны платить? Слава богу, BMW не отрицала вину. Но нам пришлось два дня дождаться. То есть я в тот же день приехал под конец рабочего дня и сказал, ребята, смотрите видеокамеру, потому что это точно не мы поцарапали. Там ушутали настолько, что капец. Нам, конечно же, через два дня позвонили и сказали, привозите машину на ремонт. Самый прикол в том, что нам дали на loaner car такую же машину, прям такую же, как у нас. Даже по свежее годам. У которой точно такие же проблемы со звуком в двигателе и всякая фигня. И я такой подумал, и даже в некоторых случаях он даже еще хуже звенит. Поэтому я еще понял, что у нас не самый худший вариант. И смирился со звуком двигателя, который звенит, блин, как не знаю, что, как трещотка, саранча и все остальное. И нам починили один диск. Соответственно, три диска поцарапаны. Вчера Даша едет с работы. У нас новая резина, на которой даже тысячи километров нет. И ей, ну, не в том, чтобы ей прилетает. Так, сейчас быстренько поверну. В общем, в заднее правое колесо нам прилетает вот такой вот шпик, который пробивает колесо насквозь, уничтожает его, соответственно, вклад. Такое, конечно, можно было бы починить. Но так как получилось, что это произошло на хайвейн, на скоростном шоссе, и чтобы даже съехать успеть, получается, что резина полностью спалилась по ободку. И здесь она уже восстановлению не подлежит. Сейчас я покажу, как она выглядит, когда приедем в Коско. И что интересно, это тоже. Я просто вам рассказываю, как жизнь в Америке устроена и какие есть приколюшки. Так как мы ставили это в Коско, у них есть пятилетняя гарантия. Пять лет гарантия на Road Hazard Assistance, ну, что-то такого плана. То есть, если что-то случается с резиной на дороге, вы можете ее вернуть и заплатить только разницу в проценте износа. То есть, так как наша резина новая, но даже на это они посчитали, что у нее процент износа 20% за, блин, тысячу километров. Капец как. В общем, их прибор показал восьмерку, а норма у них, типа, десятка. Я думаю, ну, не может быть, чтобы столько сусловить. Ну, ладно, ничего страшного, давайте, лишь бы вы мне, блин, все это починили, потому что машина нужна. На ней ездить на одной машине вдвоем не накатаешься. И я вчера заказал резину, так как ее нет в наличии, за всего лишь 45 долларов. Там она 30, там что-то 9 или 40 долларов с лишним, плюс налоги. 45 долларов я заплатил за абсолютно новое колесо. И сейчас вот я еду нам его поменять. И после этого, надеюсь, все проблемы завершатся с этим BMW. Потому что с BMW в будущем у нас, возможно, будут изменения, но об этом вы это узнаете, все. Выскажите все свое мнение. И еще последняя, наверное, новость на сегодня. Какие все быстрые, шустрые тут раскатались. Еще одна из новостей, опять же, в Телеграме упоминал. Кто хочет, там просто, говорю, более такое живое, более бэкстейдж. Что я не хочу на YouTube снять или не могу, или еще как-либо. Я закидываю в Телеграм, мы там общаемся по душам, скажем так. В общем, мне наконец-то пришло приглашение на то, чтобы я купил Сайбертрак. Соответственно, за Сайбертрак я уже сдал первоначальный платеж, тысячу долларов. Его сейчас печатают. И как только его напечатают, ему присвоят ВИН-номер. И мне отдадут его в руки. Я взял Foundation Series, но об этом мы позже поговорим. Попозже, когда я получу его на руки. Но просто это к тому, что печальная новость о том, что я продаю свой трак. Если кто-то из вас хочет мой трак, можете мне писать. О цене, скажем так, договоримся. Но имейте в виду, что на данный момент я уже сделал estimate. Простой CarMax. Ну, простой CarMax. Это не простой. Это серьезная контора, которая просто заберет машину в трейд-ин и выдаст мне чек. Она мне за мой трак дает 35 тысяч долларов. Что, в принципе, для машины с тремя годами пользования. То есть я купил ее в ноябре 2020 года. На ней 55 тысяч миль. И мне за нее сейчас дают 35 тысяч долларов. Это, на самом деле, больше, чем я ожидал. И, соответственно, на рынке я могу ее продать еще дороже. Поэтому, если у кого-то есть интересное, выгодное предложение для меня, пожалуйста, обращайтесь. У меня, думаю, месяц-два на продажу трака есть. А после этого, ну, уже не будет трака. Потому что либо я в CarMax его отдаю, либо в какие-то хорошие руки. Которые, если я найду онлайн, а если не найду, то не онлайн. И сейчас пойдемте, покажу вам наше BMW-колесо, которое я сегодня буду чинить. И, походу, мне здесь придется, ой, как долго ждать, чтобы мне его поменяли. Заказочку вы видели. А запасочку не видели. Потому что как запас, как я. Смотрите, полностью стерлось. Вот это вот уже все. Тут уже такое кольцо. Они как-то его называют, это кольцо. По-особенному здесь я не запомнил. Ну, в общем, вот это вот уже здесь считается нельзя менять. В наших странах, я думаю, бы просто заделали отверстие и все. Потому что, я не знаю, где оно здесь. Его можно заделать. Но сказали, вот это вот, все, подзамен. Никто никакой гарантии не даст. Поэтому пошли записываться в очередь и меняем колесо. Знаете, что я решил? Я решил еще раз, быстренько, последний раз. Посмотреть повреждения на этом колесе. Вот вам, кстати, покажу сейчас. Выпачкуй Даши чуть-чуть. Вот так вот. Это никакой не бордюр. Это вот именно... О, нифига себе, у меня ручки. Ну, ладно. Это вот прямо здесь раз. И тут еще где-то будет в пару местах. Два, три. Где они поцарапали этот диск. Поэтому сейчас сделаем дополнительные фотографии на всякий случай. Ключик сдал. Что вы думаете? Сказали подождать пару часов. Потому что ты не можешь записаться в тот же день онлайн. и тебе нужно в живой очереди заходить и записываться. Поэтому я парниша ключика дал. Он говорит, иди посмотри кино через дорогу. Я говорю, ты что издеваешься? Сейчас либо возьму Uber, либо по магазину просто пошат. А там как повезет. И вот он, момент истины. Практически точно так же машина приезжала сюда. Теперь уезжает. Впервые прохожу такой процесс. Не скажу, что это совсем приятный. Но хочешь не хочешь, от этого без этого никуда. Когда-то она сама даже съехать не могла. А теперь самостоятельно заезжает. Блин, я говорю, столько вспоминается эта машина. Я говорю, даже природнился. Отсюда лучше, немножко видны повреждения. На крыше он сварится как побитый. Прощай. И очевидно, мы уже дома. На самом деле, колесо нам меняли вчера. Меняли, чтобы вы понимали, это без приколов. Четыре часа. Настолько долго меняли. Вернее, когда я сдал машину, мне сказали, чувак, не раньше, чем через 3-4 часа машину можно забрать. Потому что длинная очередь, пятница, то-то-то. И в итоге мне пришлось идти домой. Я домой шел, откос, чтобы вы поняли, как близко находятся магазины. Час 15 я пешком шел домой. Это 4 мили, 6,5 километров. Ну, зато для себя полезно, скажем так. Колесо поменяли, в этот раз не поцарапали. Все хорошо, новенькое колесико стоит. Заплатили мы всего лишь 50 долларов. И, можно сказать, уйму своего времени. Перед тем, как я закончу видос, вам немножко скажу, что продалось контейнер. С контейнеров уже ушла кровать, ушло пару мелочей. В общем, мы с последнего дорогого контейнера заработали, ну, заработали, отбили пока что 500-600 долларов. Я точно не помню. Это еще не продавая ни одной обуви. Мы еще ни одну обувь не выставили, не было времени. Но из крупного все уже поуходило. Либо что-то даже было установлено у себя дома. На этом все. До следующего видоса. Пока. Пока.